В конце 18 века в Нижнем Новгороде появляется интеллигенция. Термин это латинский, означает понимание, знание. Чиновничество высшего ранга и дворяне, люди как правило образованные, а многие просто любят умственные упражнения. Кроме того, в городе три учебных заведения, преподаватели которых это основа интеллигенции. В городе зарождается первый литературный кружок. И одна из первых острых тем, которые обсуждают интеллигенты, чистота русского языка. Писатель Сумароков пишет, что касается языка, немцы насыпали в него слов немецких, щеголи французских, прадеды наши татарских, педанты латинских, переводчики библии греческих. Его поддержал молодой нижегородский поэт Яков Орлов. Зачем говорить нам контраст, когда можно сказать противоположность? Почему говорим сентенция, а не поучение? Антипатия, а не отвращение? Фраза, а не речение? Монотонный, а не однообразный? В это же время нижегородцы решили почтить память предков изготовлением памятника. Ильинский предложил всенародный сбор средств. Деньги собирали несколько лет. Наконец, бронзовый монумент работы скульптора Ивана Петровича Мартаса готов. Но нижегородцы его так и не увидели. Правительство, украшая Москву после пожара 1812 года, распорядилось поставить монумент в Первопрестольный. Монумент, да и то копия, подаренный Москвой, дойдет до Нижнего Новгорода только через 200 лет. В 2005 году его торжественно установят на площади Народного Единства, в старину называвшейся Торговой, или попросту Нижним Базаром. Появление литературного кружка, пожалуй, главная причина открытия в Нижнем Новгороде первой в Поволжье типографии. Вторая, Казанская, будет учреждена несколькими годами позже. Для работы закупили оборудование и с трудом набрали людей. Наборщика и печатника едва уговорили переехать из Москвы в Нижний. Типографию разместили на первом этаже присутствующих мест в Кремле. В хорошую погоду или при открытых окнах шум печатного станка пугал прохожих, долетая до Благовещенской площади. Сейчас это площадь Минина и Пожарского. В конце 18 века типографии уже только казенные. Вольные, частные, разрешенные было в 1783 году, в 90-х запрещены. Во Франции революция. Власти страшно боятся распространения вольнодумства. Все, что печатается, строго контролируется, чтобы какой крамолы не вышло. В сентябре 1790 года по городу прошел слух. Привезли страшного политического преступника. Вот здесь, в губернаторском доме, где сейчас художественный музей. Правда, дом тогда был другой, прежняя губернаторская резиденция. Так вот здесь, на стуле, в кандалах, сидел бородатый человек средних лет. Это был Александр Радищев, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву». В этой книге, по сути, нет никаких призывов к бунту. Это просто путевые заметки дворянина, который впервые увидел, как на самом деле живут русские крестьяне. Но правда действительно оказалась жестокой. Там довольно горькие высказывания, в частности, на тему крепостничества. Наконец, за издание книги, цитата, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умоляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование против начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями против Усана и власти царской, Радищева приговорили к смертной казни. Правда, Екатерина смягчила приговор, писателя отправили в ссылку в Сибирь. Почти весь тираж этой книги был сожжен самим автором, когда он узнал о следствии. В продажу поступило только 25 экземпляров. Еще шесть автор подарил разным людям. По распоряжению императрицы Екатерины II уцелевшие экземпляры путешествия из Петербурга в Москву разыскивались и уничтожались. Самого писателя вернет из ссылки уже император Павел I. Увидимся в другом месте и другом времени Нижегородской истории. Субтитры создавал DimaTorzok